Дамы и господа, доброго времени суток. Это шахматный клуб Феникс и личный конкурс. Так, ну, партию прислал Алексей Прудий, было сыгранным в приложении ВКонтакте, его рейтинг 1442. Ну, это на самом деле, я бы сказал, даже новичок. В общем-то, наверное, играет чуть-чуть похуже меня, но давайте приступим к партии. На самом деле, никто из комментаторов почему-то не захотел прокомментировать партию Алексея, но комментировать, в общем-то, немножко посмотрев ее с движком, понял, что тяжеловато здесь будет найти какие-то красивые варианты. Но идея Алексея понятна, Алексей играл, старался играть радостно, красиво и старая добрая скандинавка, так называемый гамбит Гельмана. Е4, Д5. ЕД, Е6, вот этот гамбит, можно, кстати, наверное, еще сходить С6, так сказать, гамбит Гельмана номер 2. ДЕ, слон Е6, слон Е2, конь С6, но развиваются соперники. Вот слоны черных уже присматриваются к пункту H2, присматриваются к белому королю, который рано рокернул в короткую сторону. Д4, Ферзь Е7, С4 и, вот, хочется отметить Алексея. Вот после хода С4, конечно же, понятная идея белых пойти Д5 и выиграть фигуру, но Алексей играет радостно, жертвует в стиле Александра Гельмана и играет 3-0. 3-0, интересный ход и, на самом деле, ход ловушка, то есть, собственно, эта ловушка получилась в партии, но очень тяжело оценить эту позицию, потому что за белого Ферзя черные отдали очень много материала. Д5, конь Б8, ДЕ, слон бьет H2, то есть, давайте я вам покажу, что это слон бьет H2, это двойной удар на короля и на ладью. Король бьет H2, ладья Д1, побили-побили и Ферзь Е6. Итак, что у нас получилось по материалу? У черных Ферзь за ладью и две фигуры. Ну, наверное, эта позиция все-таки в сторону белых при сильнейшей игре, но давайте мы вернемся к партии. Итак, ладья Е1, и вот здесь уже становится непонятно, что, собственно, делать черным, потому что, в общем-то, никакой атаки нет, есть лишний Ферзь за большое количество материала, нужно как-то побеждать. Поэтому вот такие вот метания Ферзем. Ну, а белые тем временем развиваются. Конь С3, конь Д7, слон Ж5, Х6, ладья АД1, Ферзь С6, слон Х4, Ж5, слон Ж3, Х5. Вот белые допустили вот такой набег пешек на белого короля и тем самым осложнили свою позицию, но я повторяю, что рейтинг у соперников небольшой, то есть по 1400, я думаю, это в районе третьего разряда, Х4, слон Ф2, Х3, Ж4. И вот здесь черные пошли к Конь Е5, ну и с единственной целью, конечно же, взять на Ж4 два раза и после, допустим, ну, введем такой вариант, Конь Берзь Ж4, Конь Берзь Ж4, Конь Берзь Ж4, там есть ФЖ и Ферзь Ж2 мат. Так, извиняюсь, Б3, абсолютно непонятный ход, зачем ходить Б3, можно пойти Конь Б5, вот такой вот неприятной угрозой. Два раза напали на пешку и хода Б6 нет, потому что падает Ферзь на С6. Видимо, приходится играть Король Б8, и позиция черных становится очень неустойчивой. Но вот прошла та идея, о которой я говорил, Конь Берзь Ж4, ФЖ, и, в общем-то, даже не побили белый конем, а просто звенули мат в один ход. Ферзь Ж2. Ну, в общем-то, поздравляю Алексея с победой в этой партии, да, действительно, провернул он очень много интересных идей, в общем-то, показал, как нужно яростно играть и атаковать в скандинавской защите, в так называемом гаммите Гельмана. Ну, а на этом всем спасибо, для вас партия комментировал Кирилл Широков. Присылайте партии на наш личный конкурс. Всем пока.